За ноябрь в Самаре проведено почти 100 проверок ночных клубов и предприятий общественного питания, которые работают после 23 часов. Выявлено 13 нарушений. В основном это несоблюдение масочного режима и социальной дистанции. Выявлено было и одно превышение разрешенной наполняемости. Сейчас по распоряжению губернатора Самарской области в вечернее время рестораны, кафе и ночные клубы могут работать только при условии 50-процентной заполняемости помещений. Проверки продолжаются и в торговых центрах. Особый контроль за несовершеннолетними, которые находятся в центрах без сопровождения. Составлено более 150 административных протоколов, которые переданы в суд. Большая часть из них составлены в первые недели действия распоряжения. Сейчас количество нарушающих уменьшается, так как в торговых центрах организован входной контроль. Мы провели мониторинг, то есть посмотрели эту неделю, предыдущую неделю. У нас как бы снижение вообще вот этих нарушений идет сейчас на данный момент. То есть если бы первые недели после того, как мы начали составлять протоколы, то было одно количество, сейчас все ниже, ниже, ниже. Снижается с каждой недели и число нарушений масочного режима пассажирами общественного транспорта. Всего с октября было составлено более 80 протоколов об административных правонарушениях. Контрольные рейды в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро проводят регулярно. Мы видим, как налаживается ситуация в транспорте вообще, потому что люди стали понимать, если вначале воспринималось достаточно болезненно, сейчас уже редко видно, что люди не носят маски, понимание приходит. И надеемся, что вот все меры совместные и администрации города, администрации внутригородских районов, безусловно, правительство Самарской области, областного штаба приведет к выравниванию ситуации, и мы справимся с этой проблемой. На заседании штаба районные власти доложили главе города и о системной работе по контролю за соблюдением режима самоизоляции амбулаторными больными. Также обсудили и вопрос предоставления служебного транспорта медицинским организациям. Чтобы помочь медикам, городские власти выделили около 60 машин. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.